Вступительный экзамен Факультет защиты в чрезвычайных ситуациях в Дмитровском техникуме открыт с 2019 года. Всего год работы, а факультет уже стал популярным среди выпускников школ. Тогда поток только-только начинали, как бы пришла группа 25 человек, потом в следующем году мы набрали две группы 50 человек. В этом году у нас на сегодняшний день заявлений подано 143, а надо набрать 25. То есть понимаете, какой конкурс идет. И, конечно, у студентов у наших рейтинг их аттестатов тоже очень высокий. Начинается от 4,5 до 5. То есть не каждый выпускник 9 класса может пройти на этот факультет. Всех абитуриентов разделили на несколько потоков, пригласив на экзамен в разное время. Закончив с одной дисциплины, молодежь переходила к следующей. Уровень физической подготовки у всех разный. Тех, кто занимается спортом, видно сразу. Приходят в основном подготовленные. Есть, конечно, люди, которые физическая подготовка не дружит от слова совсем. Это удручает, потому что профессия подразумевает тяжелую физическую работу, выносливость. И люди, которые не умеют подтянуться даже минимальное количество раз в процессах обучения под вопросом. Будет собираться комиссия, которая будет конкретно уже рассматривать каждую кандидатуру отдельно. И, опять же, будут у нас представители сотрудники Дмитра Спаса. Они у нас по совместительству работают наставниками нашего учебного учреждения, которые будут отбирать самых-самых достойных. Еще планируется открыть также платную группу, то есть небюджетную группу. То есть мы будем две группы набирать. Одну на бюджет, другая в небюджет. То есть не хотим отказываться от тех ребят, которые будут более настойчивы к своей цели. Уже сегодня студенты Дмитровского техникума, члены Всероссийского студенческого корпуса спасателей, являются неоценимыми помощниками-волонтерами на различных мероприятиях. Свои знания они уже применяют в жизни. И на этом вступительном экзамене они также помогали. Мы на сегодняшний день очень тесно сотрудничаем с одним из предприятий Дмитровского городского округа – это Дмитровспас, где наши студенты не только проходят теорию, но также и получают практические навыки. То есть практически это называется дуальное обучение, когда студент большую часть находится на производстве, а меньшую часть находится в стенах учебного заведения. Первый курс, конечно, это общеобразовательный курс. На втором курсе они изучают предметы, которые касаются непосредственно их специальности. Например, теория взрывов и горения или, допустим, первая помощь. То есть те предметы, которые конкретно касаются именно МЧС. Учеба у них сколько лет? Три года, десять месяцев. И они получают диплом технико-спасателя. Без вступительных экзаменов сегодня идет поступление в Московский областной медицинский колледж номер 4 «Дмитровский филиал». Все документы абитуриенты отправляют онлайн. В этом году план приема у нас на бюджетной основе 75 человек. 50 человек мы принимаем на базе 9 класса на отделение «Сестринское дело» – базовый уровень подготовки. И 25 человек на бюджетной основе на отделение «Лечебное дело» на базе 11 класса. Кроме того, осуществляется прием абитуриентов на очно-заочную форму подготовки, но это уже с возмещением затрат на обучение, то есть на платной основе. То есть всего мы в этом году примем 100 человек. В этом году конкурс большой. На отделение «Лечебное дело» свыше трех человек на место. Такой же конкурс и на отделение «Сестринское дело». Даже на очно-заочную форму обучения в этом году ввели конкурсную основу. Главные критерии, по которым будут формироваться группы, это средний балл аттестата об образовании, документы об образовании и психологическое тестирование. Берутся пять предметов для подсчета среднего балл аттестата. Это оба языка – химия, биология и физика. Кроме того, после этого осуществляется также в дистанционном режиме психологическое тестирование. То есть на электронную почту нашего абитуриента приходят задания, которые они будут выполнять, отправляют также в приемную комиссию в наше головное предприятие. 14 августа закончился прием заявлений. С 17 числа абитуриентам разослали психологические тесты. Однако прием заявлений на очно-заочную форму обучения на отделении «Сестринское дело» еще продолжается до 24 августа. Вот заходим в пофамильный перечень и вот на сегодняшнюю дату мы можем посмотреть количество подданных заявлений. Ну, будем говорить, что осталось-то буквально несколько часов до окончания приема заявлений. Вот у нас 133 человека. Это 133 человека претендует на «Сестринское дело». Там сколько, напомните? А там 50 человек. То есть возьмут 50, претендует 33. Так, дальше. Лечебное дело я смотрел 80 человек. А возьмут 25? Возьмем 25, да. То есть больше трех человек. Большой конкурс. Вот очень заочная форма с оплатой услуг на образование. Вот 36 человек. А сколько возьмете? 25. Ну, тоже будет конкурс. На официальном сайте медицинского колледжа номер 4 абитуриенты, подавшие заявление на поступление, могут отслеживать свой рейтинг, понимая, проходят они или нет в это учебное заведение. Я так понимаю, что сейчас рейтинг вообще вашего учебного заведения, он вырос в этом году, да? Да, вырос. А с чем это связано? Я думаю, связано с тем, что повышается роль медицинского работника в общей структуре оказания медицинской помощи, то есть важность. И, конечно же, стоит упомянуть о том, что в Дмитровском филиале Московского областного медицинского колледжа номер 4 сегодня довольно-таки сильный преподавательский состав и насыщенная учебная программа. Продолжение следует...